Турецкий язык. Урок номер четырнадцать. Аффиксы ЛЫ, СЫЗ. Аффиксы ЛЫ и СЫЗ очень часто используются в разговорном и литературном турецком языке, поэтому нам очень важно их знать, понимать и уметь ими пользоваться. У этих аффиксов в соответствии с большой гармонией гласной есть четыре варианта. Напомним правило. Если в последнем слоге слова у нас идут буквы А или И, мы используем аффиксы ЛЫ, СЫЗ. Если идут гласные Э и И, то используем аффикс ЛИ, СИЗ. Если гласные О и У, ставим аффикс ЛУ или СУЗ. И если у нас идут гласные Э и Ю, то мы используем аффиксы ЛЮ и СЮЗ. Аффиксы ЛЫ и СЫЗ являются словообразовательными аффиксами. Они образуют новые слова из существительных в прилагательные, из существительных в существительные. А также эти аффиксы используются вместе с местоимениями. Коротко, чтобы понять, что обозначают аффиксы ЛЫ и СЫЗ. ЛЫ у нас обозначает С чем-то или с содержащим это. И аффикс СЫЗ у нас обозначает БЕЗ ЭТОГО или ТАКОЙ, КОТОЙ, КОТОЙ, ЭТОГО НЕ СОДЕРЖИТ. Для того, чтобы легче было понять, мы посмотрим на примерах. Вот два варианта. Шапка ЛЫ и шапка СЫЗ. Шапка это у нас головной убор или шапка. Шапка ЛЫ обозначает С шапкой. То есть с этим, с шапкой. Шапка СЫЗ у нас обозначает БЕЗ шапки. То есть человек с шапкой или человек без шапки. Шапка ЛЫ, шапка СЫЗ. Следующий пример. ГЁЗЛЮК это у нас очки. Соответственно, ГЁЗЛЮКЛЮ это с очками. То есть человек с очками или очкарик. И ГЁЗЛЮКСЮС обозначает ЧЕЛОВЕК БЕЗ очков. ГЁЗЛЮКСЮС, БЕЗ очков. Следующий пример. БЫК у нас переводится как УСЫ. Значит, БЫК ЛЫ с УСАМИ или УСАТЫЙ. И БЫК СЫЗ без УСОВ. Не УСАТЫЙ. БЫК ЛЫ, БЫК СЫЗ. Смотрим следующий пример. СОКАЛ БОРОДА. Значит, СОКОЛЫ с БОРОДОЙ или БОРОДАТЫЙ. СОКОЛ СЫЗ без БОРОДЫ, НЕ БОРОДАТЫЙ. СОКОЛЫ, СОКОЛ СЫЗ. Посмотрим теперь, когда мы используем аффикс ЛЫ, применяемый к конструкции из двух слов. Например, вот у нас есть парень, и мы попробуем описать несколько слов про него. Смотрите. САЧ – это волосы. САРЫ – желтые или светлые. САРЫ САЧ – светлые волосы. САРЫ САЧЛЫ переводится как СО СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ или СВЕТЛОВОЛОСЫЙ. САРЫ САЧЛЫ. Или следующее, например, УЗУН БОЙЛУ. БОЙ – это у нас рост. УЗУН – высокий. УЗУН БОЙЛУ – С ВЫСОКИМ РОСТОМ. Или человек, который содержит высокий рост. УЗУН БОЙЛУ – Человек высокого роста. МАВИ ГЁЗЛЮ. ГЁЗ – глаз, глаза. МАВИ – голубые. МАВИ ГЁЗ – голубой глаз. МАВИ ГЁЗЛЮ – голубоглазый. Голубоглазый. Или человек с голубыми глазами. БЕЯЗ ТЕНЬ ЛИ. ТЕНЬ у нас переводится как кожа, не как 10, как в английском языке. БЕЯЗ – белая. БЕЯЗ ТЕНЬ ЛИ – с белой кожей. Или белокожей. То есть, когда у нас идет существительное и признак к этому существительному, у нас получается такая конструкция из двух слов. И когда мы добавляем аффикс, аффикс как бы добавляется ко всей конструкции. Вот в таких случаях, когда мы описываем, например, человека или какой-нибудь предмет, конструкция из двух слов. Здесь уместен аффикс ЛИ, но не уместен аффикс СИЗ. По идее, САРЫ САЧЛЫ – светловолосый. Если мы хотим сказать, нет, это не светловолосый. Или просто хотим сказать, что не светловолосый. Сказать САРЫ САЧСЫЗ будет неправильно. Или УЗУН БОЙ СУЗ. МАВИ ГЁССЮЗ. БЕЯЗ ТЕНЬ СИЗ. То есть в таких конструкциях из двух слов мы не применяем аффикс СИЗ. Это будет неправильно. А мы используем другую конструкцию. Мы используем отрицательную частицу ДЕИЛЬ, которую мы проходили раньше. И тогда что получается? САРЫ САЧЛЫ – светловолосый. ДЕИЛЬ обозначает отрицание. То есть САРЫ САЧЛЫ ДЕИЛЬ – не светловолосый. САРЫ САЧЛЫ ДЕИЛЬ. Или УЗУН БОЙ ЛУ ДЕИЛЬ – не высокого роста. МАВИ ГЁЗЛЮ ДЕИЛЬ – не голубоглазый. БЕЯЗ ТЕНЬ ЛИ ДЕИЛЬ – не белокожий. Вот это очень важный нюанс, который нужно брать во внимание, когда используете аффикс СИЗ. С аффиксом ЛЫ проблем нет, а вот с аффиксом СИЗ есть вот такие вот нюансы. Также можем посмотреть еще несколько примеров, которые в русском языке, например, будут переводиться не как С, а как В. Например, СИЯХ ДжЕКЕТЛИ. Джекет – пиджак, СИЯХ – черный, СИЯХ ДжЕКЕТЛИ – в черном пиджаке. То есть человек в черном пиджаке. БЕЯЗ ГЁМЛЕКЛИ – в белой рубашке. Ну как бы с белой рубашкой, правильно по-русски будет звучать «в белой рубашке». ПАРЛАК АЯК КАБЫЛЫ – это обувь. ПАРЛАК – блестящее. ПАРЛАК АЯК КАБЫЛЫ – в блестящей обуви. ДАР ПАНТАЛОН ЛУ – панталон – брюки. ДАР УЗКИЕ. ДАР ПАНТАЛОН ЛУ – в узких брюках. Человек в черном пиджаке, белой рубашке, блестящей обуви и в узких брюках. Будет звучать как СИЯХ ДжЕКЕТЛИ – БЕЯЗ ГЁМЛЕКЛИ – ПАРЛАК АЯК КАБЫЛЫ – ДАР ПАНТАЛОН ЛУ – АДАМ. Возьмем еще несколько примеров, которые и существительно образуют прилагательные. Смотрите, ТАТЛЫ – ТАЦИС. ТАТ – переводится как ВКУС. ТАТЛЫ – С ВКУСОМ, ТАЦИС – БЕЗ ВКУСОМ. Или ТАТЛЫ – ВКУСНЫЙ, ТАЦИС – НЕВКУСНЫЙ. В основном слово ТАТЛЫ переводится ВКУСНЫЙ, но и в то же время должно быть СЛАДКИМ. Это то, что вкусно. Также ТАТЛЫ переводится в турецком как ДЕСЕРТ. То есть, все турецкие сладости – это БАКЛАВА, это МОЛОЧНЫЕ ВСЯКИЕ ДЕСЕРТЫ, такие как СЮТЛАЧ, КАЗАН ДЕБИ и другие. Также ЯШПАСТА называется ТАРТЫ. Их тоже можно назвать ТАТЛЫ. То есть, все, что десерт, турки в принципе называют ТАТЛЫ. Есть еще такое слово ЛЕЗЕТ, которое тоже переводится как ВКУС, а также НАСЛАЖДЕНИЕ. И вот, например, чтобы сказать, что СУП ВКУСНЫЙ, если мы скажем ТАТЛЫ, это будет звучать НЕПРАВИЛЬНО, потому что все, что ТАТЛЫ, оно СЛАДКОЕ, хотя переводится как ВКУСНО. Поэтому для СУПа, например, или для другой еды, нам нужно сказать ЛЕЗЕТ ЛИ, ВКУСНО или С НАСЛАЖДЕНИЕМ. ЛЕЗЕТ ЛИ, или если это НЕВКУСНО, то мы говорим ЛЕЗЕТСИСЬ, ЛЕЗЕТ ЛИ, ЛЕЗЕТСИСЬ. Дальше, слово ШЕКЕР переводится как САХАР, ШЕКЕРЛИ переводится как СЛАДКИЙ, или С САХАРАМ. Например, Я ХОЧУ ШЕКЕРЛИ ЧАЙ, значит ХОЧУ СЛАДКИЙ ЧАЙ. Или Я НАХОЧУ ШЕКЕРСИСЬ ЧАЙ, Я ХОЧУ НЕСЛАДКИЙ ЧАЙ, или ЧАЙ БЕЗ САХАРА. ШЕКЕРЛИ СЛАДКИЙ, С САХАРАМ, ШЕКЕРСИСЬ, НЕСЛАДКИЙ, или БЕЗ САХАРА. ТУЗ, СОЛЬ, ТУЗЛУ СОЛЕНЫЙ, или С СОЛЬЮ, ТУЗ-СУЗ, НЕСОЛЕНЫЙ, или БЕЗ СОЛИ. АДЖИЛЫ, АДЖИСИСЬ. АДЖИ, это у нас ГОРЕЧЬ, ОСТРОТА. АДЖИЛЫ, ОСТРЫЙ, ГОРЬКИЙ, АДЖИСЫСЬ, НЕОСТРЫЙ, ТО ЕСТЬ БЕЗ ОСТРОТЫ, БЕЗ ГОРЕЧИ. АДЖИЛЫ, АДЖИСЫСЬ. Рассмотрим еще несколько примеров. ПАРА, ДЕНЬГИ, ПАРАЛЫ, С ДЕНЬГАМИ, ДЕНЕЖНЫЙ. Если это в отношении человека, то переводится как ЧЕЛОВЕК С ДЕНЬГАМИ, ПРИ ДЕНЬГАХ, БОГАТ, ПАРАЛЫ. И антоним к нему будет ПАРАСЫСЬ. ПАРАСЫСЬ, БЕЗ ДЕНЕГ, ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРГОГО НЕТ ДЕНЕГ, ПАРАЛЫ, ПАРАСЫСЬ. Также эти два слова можно употреблять не только для людей. Это может быть вход, например, ГИРИЧ ПАРАЛЫ, ТО ЕСТЬ ВХОД ПЛАТНЫЙ, ИЛИ ВХОД С ДЕНЬГАМИ. Это может быть что-то без денег, какая-нибудь услуга, какой-нибудь подарок или что-то вам дают и говорят БУПАРАСЫСЬ. Это без денег, то есть за это деньги не надо, чем-то угощают может быть. Поэтому бывает так, что одно и то же слово используется в нескольких похожих, но разных значениях. МУТЛУ, СЧАСТЛИВЫЙ, МУТСУС, НЕСЧАСТНЫЙ. МУТ, это старое турецкое слово, которое обозначает счастье. МУТЛУ, СЧАСТЛИВЫЙ, МУТСУС, НЕСЧАСТНЫЙ, то есть БЕЗ СЧАСТЬЯ и МУТЛУС, СЧАСТЬЯ. МУТЛУ, МУТСУС. Но не всегда для того, чтобы противоположные значения получить, можно использовать аффиксы ЛЫ и аффикс СЫС. Рассмотрим несколько примеров. Например, слово ЭВЛИ, что переводится как ЖЕНАТЫЙ или ЗАМУЖЕМ. Если переводим дословно, то ЭФ это ДОМ, ЭВЛИ с ДОМОМ. В турецкой культуре ДОМ это и есть ДОМ, СВОЙ ОЧАГ, это и есть как бы СЕМЬЯ. Поэтому так пошло, что ЭВЛИ это как раз ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИОБРЕЛ ДОМ или ПРИОБРЕЛ СЕМЬЮ. ЭВЛИ, ЖЕНАТЫЙ или ЗАМУЖЕМ. По идее, значит, противоположное можно сказать ЭВСИС. Но ЭВСИС у нас будет обозначать дословно БЕЗДОМА. И если мы скажем ЭВСИС АДАМ, это получится не ХОЛОСТОЙ ЧЕЛОВЕК, А ЧЕЛОВЕК БЕЗДОМА, БЕЗДОМНЫЙ. Поэтому это будет неправильное противоположное значение к слову ЭВЛИ. А противоположное слово у нас будет БЕКЯШ, которое переводится как ХОЛОСТОЙ. ЭВЛИ БЕКЯШ. Следующее, ХЫЗЛЫ, ХЫЗ, переводится как СКОРОСТЬ, ХЫЗЛЫ С СКОРОСТЬЮ, то есть переводится как БЫСТРЫЙ. И противоположное ему значение будет НЕХЫСЫС, потому что такого слова ХЫСЫС как бы нету. Это неправильное слово, а у нас будет слово ЯВАШ, МЕДЛЕННЫЙ, ХЫЗЛЫ, ЯВАШ. Следующее, СИНИРЛИ, СИНИР это НЕРВ, СИНИРЛИ с НЕРВАМ, с НЕРВАМИ или НЕРВНЫЙ, РАЗДРАЖЕННЫЙ. Противоположное ему значение будет НЕ СИНИРСИС, потому что СИНИРСИС это у нас будет переводится как БЕЗНЕРВА или БЕЗНЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ. Возможно, это в медицине будет использоваться слово, но это не будет противоположное значение СИНИРЛИ в отношении человека, когда мы говорим. А правильное слово у нас будет САКИН, СИНИРЛИ, НЕРВНЫЙ, САКИН, СПОКОЙНЫЙ. ЯШЛЫ, ЯШ это ГОД, ВОЗРАСТ, ЯШЛЫ это значит ЧЕЛОВЕК с ГОДАМИ или ПОЖИЛОЙ, ЯШЛЫ, СтАРЫЙ, ПОЖИЛОЙ. А противоположное значение, если мы хотим использовать ЯШСЫС, это неправильно, такого слова нету, потому что вообще человек не может быть ЯШСЫС без каких-либо прожитых годов или без какого-то прожитого времени. ЯШСЫС неправильно, а правильно у нас ГЕНЧ, переводится как МОЛОДОЙ. ЯШЛЫ, СтАРЫЙ, ПОЖИЛОЙ, ГЕНЧ, МОЛОДОЙ. Следующее слово КИРЛИ, 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 КИРЛИ это ГРЯЗЬ, КИРЛИ с ГРЯЗЬЮ или ГРЯЗНЫЙ. Противоположное слово НЕ КИРСИС, такого слова вообще нет, хотя как бы дословно можно КИРСИС, вроде как без грязи, но это неправильно, такого слова нет и не употребляется, а употребляем слово ТЕМИС. КИРЛИ, ТЕМИС, ГРЯЗНЫЙ, ЧИСТЫЙ. То есть, мы понимаем, что не всегда можно угадать и к любому слову поставить ЛИ, потом противоположное ему сделать с аффиксом СИС. Иногда бывают вот такие исключения, и просто с практикой, просто со временем вы к этому привыкнете, это с опытом и с практикой приходит. Также аффикс ЛИ мы используем, когда говорим, откуда мы родом, или с какой страны, с какого города, или кто мы по нации. В предыдущих уроках мы проходили эту тему более подробно, здесь просто коротко скажем. Например, название страны или название города, добавляем ЛИ, что обозначает, что вы оттуда. То есть, МЕКСИКАЛЫ, из МЕКСИКИ, как бы С МЕКСИКИ, МЕКСИКАЛЫ, МЕКСИКАНЕЦ. ЖАПОНЬЯ, ЯПОНЬЯ, ЖАПОНЬЯЛЫ, ЯПОНЬКА или ЯПОНЕЦ, С ЯПОНЬЯ, ЖАПОНЬЯЛЫ, ЯПОНЬКА. УРДЮНЛЮ, ЯРДАНИЦ, УРДЮНЛЮ, УРДЮН, ЯРДАНИЯ, УРДЮНЛЮ, ЯРДАНИЦ. Также есть слова ШЕГИРЛИ, ШЕГИР у нас ГОРОД, ШЕГИРЛИ, человек с ГОРОДА, то есть ГОРОДСКОЙ, ГОРОЖАНИН. И также есть КЕЙЛЮ, КЕЙ, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ, КЕЙЛЮ, СЕЛЯНИН, человек с ДЕРЕВНЯ или СЕЛА. Ещё мы можем употреблять аффикс ЛЫ вместе с сочетанием существительного и числительного. Например, ДАЙРЕ, КВАРТИРА, УЧОДА, ТРИ КОМНАТЫ, УЧОДАЛЫ, ТРЕХКОМНАТНАЯ, УЧОДАЛЫ, ДАЙРЕ, ТРЕХКОМНАТНАЯ, КВАРТИРА. Здесь, как вы видите, тоже конструкция УЧОДА, конструкция из двух слов, и к ней уже как бы добавляется ЛЫ, ТРИ КОМНАТЫ, А УЧОДАЛЫ, ТРЕХКОМНАТНАЯ. Или, например, АРАБА МАШИНА, КАПЫ ДВЕРЬ, ИКИ, это ДВА, ИКИ КАПЫ ДВЕДВЕРИ, ИКИ КАПЫЛЫ ДВУХДВЕРНАЯ, АРАБА МАШИНА, ИКИ КАПЫЛЫ, АРАБА ДВУХДВЕРНАЯ, МАШИНА. И, кроме этого, мы еще используем аффиксы ЛЫ и аффиксы СЫС с местоимением. Например, БЕН ЛИ, со мной, БЕН СИС, без меня, СЕН ЛИ, с тобой, СЕН СИС, без тебя, ОН ЛУ, с ним, с ней, ОН СУС, без него, без нее. Например, мы собрались что-то делать, я говорю, пожалуйста, делайте это БЕН СИС, без меня. Или давайте проведем совещание, но проведем совещание без него, мы хотим сказать. И мы говорим тогда ОН СУС, давайте сделаем это совещание ОН СУС, без него. Вот в таких случаях можно использовать аффиксы ЛИ и СИС вместе с местоимением. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok